Добрый день! Время новостей на телеканале ТНТ Тул. О самых главных событиях города и региона прямо сейчас в студии Юрий Зайцев. Начальник отдела МВД России по Ясногорскому району подозревается в превышении должностных полномочий. Полицейский, как считают следователи, с целью улучшения статистики раскрываемости требовал от местного жителя признаться в совершении преступления. В настоящее время следственным органам и Следственный комитет по Тульской области в отношении данного сотрудника полиции расследуется уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса. Это превышение должностных полномочий. Напомню, в апреле уголовные дела были возбуждены в отношении еще двоих полицейских из Ясногорска. Оперативники доставили в отдел полиции подозреваемого в краже мужчину и предложили признаться ему в совершении другого преступления. Тот ответил отказом. Тогда стражи порядка надели на него наручники, вывезли в лес и сбили. Несколько раз выстрелили в ногу из травматического пистолета. В настоящее время два оперативника находятся под стражей. В Ясногорском районе отравлена река Беспута. Рыба всплыла кверху брюхом. Рядом с водной артерией стоит зловонный запах. Экологическое ЧП произошло 5 мая, однако известно о нем стало только сейчас, после распространения информации в социальных сетях. На записи видно, что река Беспута покрылась белой, словно снег пеной. Рыба в ядовитой жиже не выжила. Местные активисты начали сбор подписей под обращением в природоохранную прокуратуру. Жители Ясногорска предполагают, что виновник экологической катастрофы – местный животноводческий комплекс. Еще одна версия – сброс канализационных стоков. Сотрудники природоохранной прокуратуры и ряда других контролирующих органов уже выезжали на место ЧП. Результаты проверки будут известны в ближайшие дни. Восточный обвод, который должен был решить многие транспортные вопросы в областном центре, по факту со своей задачей не справляется. Таково мнение тульских автомобилистов, с ними согласны чиновники. На протяжении 10 лет магистраль, призванную разгрузить центральные улицы, пытаются расширить, но то проекты реконструкции устарели, то денег нет. В ближайшие годы проблема с пробками на восточном обводе должна быть решена. Как будут ездить туляки и за чей счет планируют произвести реконструкцию, выяснял Сергей Речиц. Восточный обвод не ругает только тот, кто по нему не ездил. Магистраль, призванная избавить центр города от пробок, транспортную проблему только усугубила, сама превратившись в одну большую пробку. Строить восточный обвод начали в конце 80-х годов прошлого века. Закончили первую очередь в 2006-м. И практически сразу возникла необходимость в его расширении. Проект реконструкции был готов в 2010-м году, но тогда к работам так и не приступили. Не было денег. На сегодняшний момент собираются данные о наличии инженерных сетей, о правильности их нанесения конкретно на местности, о составах, грунтах. И будут обследоваться опоры, которые были уже построены ранее. По новому проекту восточный обвод – это четырехполосная магистраль. Ширина каждой полосы около четырех метров. Длина нового восточного обвода будет почти 2,5 километра. Скоростной режим – 100 километров в час. Также она позволит объезжать город с восточной стороны. И трафик открыть для грузового потока также в сторону Пролетарского района. Реконструкция восточного обвода – один из приоритетных проектов пятилетнего плана развития Тульской области. Финансировать работы будут из федерального бюджета. Стоимость проекта – приблизительно 900 миллионов рублей. Частных инвесторов привлекать не стали. Они сделали бы дорогу платной. А это вряд ли решило бы транспортную проблему. Проведены конкурсные процедуры. Выбран подрядчик, который будет проводить корректировку проектной документации данного объекта. В настоящее время идут геологические изыскания. В новом проекте эксперты видят один существенный изъян. Планировалось, что восточный обвод будет продолжен еще на 8 километров. От улицы Ложевой до Веневского шоссе, а оттуда до улицы Октябрьской. Но на пути этого проекта встали заправка и автомойка. Как решить эту проблему, ответов пока нет. Планируется, что вся проектная документация по реконструкции восточного обвода будет готова уже в октябре этого года. Если опять не возникнет проблем с финансированием, то по обновленной городской магистрали тульские автомобилисты поедут уже в 2019 году. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте. Это sn24.ru Я с вами прощаюсь. Далее реклама.